Анастасия Бучинская создаёт гипсовые барельефы. Покупатель таких работ может появиться далеко не сразу. Изделия, что называется, штучные, это же не фабрика. Оставаться в тени – мастер не по закону. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для Анастасии тоже не вариант. Для художника, который не может не творить лучший выход – работать как ремесленник. Во-первых, это, конечно, уже удобно, что не ежемесячно платишь какие-то налоги, потому что не знаешь, насколько часто может быть заказ, либо купят твою работу. А здесь раз в год оплачиваешь, и в принципе, следующих 12 месяцев ни о чём не думаешь. Условия для ремесленников сегодня более чем выгодные. Оплачивай сбор в размере одной базовой величины в год, сейчас это 25,5 рублей, и работай. Уплата сбора даёт право продавать свои работы не только на рынках, ярмарках и в определённых властью местах, но и непосредственно в мастерских, и даже рекламировать свою продукцию через интернет. Для тех же, кто, например, хочет оказывать парикмахерские услуги, заниматься отделочными работами, фото- и видеосъёмкой, ремонтом компьютеров или репетиторством – условия тоже выгодные, но немного другие. Перечисленные виды деятельности в Лидилийском районе наиболее популярны у самозанятых. Для таковых уплата единого налога ежемесячная, он зависит от вида деятельности. Но если в каком-то месяце работы не было, то и платить налоговый сбор не нужно. Так работает Татьяна Шваба, она выпекает и продаёт кондитерские изделия. Личенко давно влюблена в своё дело и как только появилась возможность, оформилась как самозанятая. Сейчас кондитерское дело больше для души, лишь бы прибыль затраты перекрывала, да и оправдывала потраченное время. Но не исключает Татьяна и перспективу дорасти до индивидуального предпринимателя и, возможно, создания своего маленького производства. Я постоянно развиваюсь, езжу на какие-то курсы, обучающие по интернету и так, но мечтаю про свою кондитерскую. Конечно, я думаю, что любой кондитер, который любит своё дело, он мечтает открыть своё дело, и чтобы у него была своя частичка чего-то, где вот каждый человек мог бы прийти, что-то вкусное домашнюю выпечку купить и вернуться назад, сказать, вот там было вкусно. Самозанятым, согласно налоговому законодательству, не надо никаких кассовых аппаратов и никакого учёта доходов. Но и никаких наёмных работников. Всё только своими силами. Для таких домашних кулинаров, как Татьяна, ещё и санитарный контроль отсутствует. Но это, уверена она, отнюдь не значит, что можно снизить качество. Проще, когда в магазин пришёл, купил, не понравился, он пошёл купил другой торт. А здесь, если что-то не понравится, один другому передаст, и уже как бы у тебя никто не будет заказывать. То есть в моём понятии масло должно быть маслом, молоко должно быть молоком, а сливки должны быть сливками. То есть это неприемлемо, какие-либо там маргарины, спрет или какие-нибудь порошки заменители. Этого ни в коем случае нельзя, во-первых, потому что детки кушают тортики. Сколько именно платить в месяц самозанятому, рассчитывает налоговый инспектор. Открыть же своё дело без регистрации в качестве предпринимателя граждане могут в течение дня. В Лиде им нужно только обратиться в Центр обслуживания плательщиков. Это 30 видов деятельностей, которые предусмотрены статью 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. Уплата производится до осуществления деятельности. И подаётся уведомление за те месяца, в которых осуществляется деятельность. Если человек планирует осуществлять деятельность с 1 числа, то он должен до 1 числа прийти в налоговую инспекцию, подать уведомление и платить единый налог. Также может и не приходить в налоговую инспекцию, подавать уведомление через личный кабинет, который открывается тоже в налоговой инспекции при посещении с паспортом. Государством сегодня созданы все условия для стимулирования деловой активности и максимального вовлечения трудоспособного населения в экономику. По данным на начало года, деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога в районе осуществляли 668 человек. Это почти в два раза больше, чем на этот же период, но год назад. Также по итогам 2018 года сбор за осуществление ремесленной деятельности оплатил 601 человек. И эта цифра на сотню больше прошлогодней. Получается, люди вышли из тени, либо стали более активными. Но в любом случае они могут законно подрабатывать, одновременно голосуя рублем за экономическое развитие своего района.